Особое мнение на 101FM Слушателям нашим коротко напомню фабулу. Деловые объединения Кирова отказались войти в оргкомитет форума в этом году. Несколько деловых объединений по причине того, что к моменту, когда вам предложили войти в оргкомитет, уже было ясно, что подрядчик, который будет проводить мероприятие, уже выбран. То есть мы уже нашли компанию, которая будет проводить форум, и теперь давайте-ка поучаствуйте на добровольных началах, предложите то, что вы хотите, облегчите работу компании, которая будет делать ее за деньги, а вы за бесплатно. Вот примерно так это восприняли деловые объединения, я так понимаю. Ну, что сказать? Была обида? Да, честно говоря, если даже и была обида, мне, собственно говоря, особо заморачиваться этой обидой смысла нет. Суть в том, что то, как сегодня мыслят те, кто управляет развитием предпринимательства, это результат, собственно говоря, вот этих мыслей, да? Что мы проводим форум, то есть форум это некий оторванный от жизни, некий оторванный от жизни мероприятие, который называется вот форум предпринимательства на вятке. А почему оторванный от жизни? Потому что этот форум никак с жизнью предпринимателей в течение года не связан. И я думаю, что у предпринимательства сообщества и у тех, кто присутствовал и не вошел в оргкомитет, как раз не обида была, а вот именно, наконец-то, понимание этого соображения, что, несмотря на то, что ты на форуме будешь участвовать и давать какие-то идеи, в течение года снова не будет никакой работы по улучшению условий предпринимательской деятельности. То есть твои предложения, там предложения представителей разных совершенно бизнес-объединений уйдут в песок? Да. Или лягут в стол кому-то? И я думаю, что прежде всего это результат деятельности самих предпринимательских объединений, которые подсознательно или сознательно ощущают себя как продолжение некой вертикали власти в этой части, что бы ни говорило правительство. Как правило, критику мы от имени предпринимательского сообщества, от их организаций не слышали. В основном слышали о добрямс и аплодисменты. Или молчание. Или молчание, ну такое, да, уж если совсем уж такая ситуация, что ну уже как бы нельзя поддерживать, то мы, так сказать, помолчим, зато нам не скажут, что мы там шибко против там выступили. И поэтому в этой ситуации реакция их вполне естественна. То есть просто накопилось? Оно накопилось и вырвалось. Ну, я не думаю, что это уж большой такой сканал. Ну, не хотите и не хотите участвовать. Зато там председатель правительства или там члены правительства или кто-то еще потом может сказать, что ну вот видите, какое у нас предпринимательское сообщество. Погрозить пальчиком. Ленивые и безинициативные. Да, мало того, что ленивые и безинициативные, они еще и не патриотичные. Они не хотят поделиться и развивать. То есть компания из Татарстана, которая будет проводить форум патриотичная, кировские... Она более патриотичная, потому что ее патриотичность куплена, если так можно выразиться, за миллион рублей. Ну, миллион рублей это средства, которые выделены на организацию форума. Да, поэтому с этой точки зрения все понятно. Я хочу просто сказать, что на самом деле форум предпринимательства на Вятке должно быть итоговым за год мероприятием, которым предшествует в течение года большое количество мероприятий по улучшению предпринимательского климата на Вятке. То есть это не обязательно должны быть образовательного характера мероприятия? Не обязательно. Это должны быть масса других мероприятий, о которых все должны там громко слышать. Это должна быть работа, в том числе такая, которую раньше делал, например, Вавилов по спасению тех инвестпроектов в лесном комплексе, которые, так сказать, только-только пришедшее правительство пыталось, члены правительства пытались задушить, можно так сказать. Я напомню, Андрей Вавилов, это экс-уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. И в итоге мы получили... Речь идет о периоде, когда обменялась власть. Да, и в итоге мы получили, например, проекты, которые теперь сам губернатор ходит и представляет, как суперпроекты, открывает линии и так далее. Это проекты, которые Андрей Вавилов отстоял в свое время? Отстоял практически, да. В том числе, причем их пытались закрыть, в том числе с привлечением силовых структур. Вот в чем заключается. И вот такие мероприятия должны проходить не праздничные, не торжественные, а каждодневные, банальные, ежедневные, как это сказать-то, обыденные мероприятия по улучшению предпринимательского климата, чтобы предприниматель понимал, что его кто-то защищает. Должны проходить каждую неделю, каждый месяц, если хотите, ну не знаю, как бы в ежедневном режиме. То есть просто семинары, например, с представителями налоговой и разъяснение прав предпринимателей недостаточно? Недостаточно. Например, мы с вами раньше говорили, что сменили Чарушину, Светлану на Смехова. Дениса Смехова. Дениса, да. Что изменилось? Руководители налоговой мы имеем в виду, областные. А мы сегодня видим, что ситуация продолжает оставаться такой же напряженной. Серьезно? Спускаются сверху... Цифры? То, что нужно при... Показания? Показатели. Показатели. То, что нужно применять, значит, какие новые трактовки для того, чтобы отжать достаточно, снова большое количество налогов. А то есть курицу продолжают ощипывать? Однозначно. Сейчас еще есть вещи, которые до Кирова не дошли, но мы уже видим в арбитражной практике России, что несмотря на то, что налог на движимое имущество отменен, появилось новое, не гражданское, как бы, не толкование гражданского права, а налоговое толкование такого понятия, как недвижимое имущество, оказывается, что если движимое имущество, оно друг с другом тесно связано и может работать только вместе... Это уже недвижимое имущество? И на основании этого людям донесчисляют налоги на имущество и привлекают к налоговой ответственности. Денег в стране нет совсем, я так понимаю. Денег в стране полно, но почему-то верхи продолжают ощипывать курицу, у которой уже не осталось перьев. То есть они щиплют-то уже кровь, как бы, кожу там и так далее, и так далее. Поэтому что можно в этой ситуации, как бы, сказать? Ничего. Так, Азиз Ильич, вот какой вопрос у меня. Две минуты у нас до перерыва, я все-таки его задам. В форуме предпринимательства на Вятке, который пройдет в этом году в том формате, который был заявлен, в течение недели, с 21 по 27, по-моему, мая, вы участие будете принимать? Я не буду участие, я последние три года не принимаю участие. То есть вы даже как участник туда не пойдете? Я даже как участник не пойду, потому что какой смысл? Ну, смысл какой? То есть что сделать? Перед кем выступить-то? То есть, ну, выступаю я вот, как бы, на эхе Москвы, да? Ну, что, после наших выступлений было, так сказать, очень много там приглашений, что давайте мы... Ну, единственное, что мы помним министра Абашева, который сказал, что Азиз Ильич, вот давайте, если хотите, вот у нас будут разрабатываться, мы можем там поучаствовать, там, какие-то... Потому что мы с вами, помните, слышали, что идет мощное давление на тех, кто занимается добычей недр под вывеской, значит, борьбы за законность. Но на самом деле под этой вывеской уже давно идет борьба с предпринимательством, и в результате мы получаем только то, что если раньше там, например, в стране 16 миллионов человек, можно по всей стране, могли считаться людьми достойного уровня жизни, да, там, уровня жизни, там, Европы, там, Соединенных Штатов. Так называемый средний класс. Да, таких осталось 6 миллионов из 140, значит. Впервые началось снижение населения, там, России, потому что перестали люди верить, как бы, они перестали рожать, так сказать, и количество... А кто-то уезжает. А кто-то уезжает. Поэтому тут, вот, как бы, ситуация такая, что... Поэтому, когда вы говорите «пойду», нет, не пойду, потому что, а какой смысл? Ведь, когда мы начинали эти форумы, основание этих форумов, ну, наверное, слышали, один из участников, значит, во время вашего эфира, дневного разборота, сказал, что первый форум проводила Лига предпринимателей. Угу. Андрей Маур, я-то сказал. Да, и формат у нас был тогда такой, что... И я тогда был председателем правления Лиги предпринимателей Кировской области. И формат у нас был такой, и это было Белыху, прямо предыдущему губернатору заявлено, что мы прорабатываем все предложения, мы находим самые актуальные, самые системные проблемы, три, максимум четыре таких проблем, и мы в течение года их должны разрешить. И к конце года на следующем форуме, помимо того, что ежедневно мы делаем, мы должны всем объявить, что в итоге в течение года эти проблемы либо разрешены, либо нет, если нет, то по какой причине, а разрешены теперь... То есть это был бы серьезный вклад в улучшение предпринимательского климата. А такого нет. А такого нет. А смысл какой? Ну, ходить, показывать, что ты умный. Кому? Я думаю, это и так все знают. Кому? То есть поэтому масса людей, которые вот отказались, там, умных людей, да, и... Но они отказались, смотрите, они отказались участвовать в оргкомитете, а на форум, тем не менее, они собираются. Но я думаю, что это их начало, их движение к тому, что полностью поставить на игнор любые мероприятия правительства. Если они не изменят формат. Если они не изменят своего подхода к развитию предпринимательства. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ» и заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей, если я не ошибаюсь. Да, все еще пока. Да, у нас перерыв, небольшой полминуты, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM Это программа «Особое мнение» в нашей студии Азиз Агаев, и мы продолжаем. Еще немного о форуме и о том эфире, который был у нас по итогу вот этого демарша, да, бизнес-объединения, когда они отказались принимать участие в оргкомитете мероприятия. Была в нашей студии, ну, помимо представителей предпринимательских объединений, то есть вот Андрей Маури у нас был, Николай Липатников у нас был на связи, Владислав Попов, уполномоченный ныне по защите прав предпринимателей, была Наталья Михайловна Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства, по-моему, так у нас сейчас министерство называется. Да, и на Наталью Михайловну, честно говоря, тут, конечно, вылилось много негатива, ей было сложно, она была одна, она была женщина, наверное, тяжело в такой ситуации там отбиваться, да. Вот, негатив был, наверное, все-таки по существу, то есть были претензии в некомпетентности даже, вот так прозвучало. Вот какие требования системы не поддерживаете? Не поддерживаете. Не поддерживаете. В этом случае я могу морально поддержать только Наталью, как бы, вот в этом вопросе. Значит, почему? Потому что если система требует сейчас таких подходов, то у нее не может быть, если у Натальи будут другие подходы, она там работать не будет. Понятно. Вот, то есть еще раз напоминаю, во время одной встреч, где вот Светлана, кстати, присутствовала, Занько, что, значит, когда обсуждали там программы поддержки предпринимательства, как одно из прорывных там программ там... Нацпроект, по-моему, так это называется. Да, 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 нацпроект. Значит, и там предлагали в качестве критерия посчитать количество вновь созданных там... ИП. ИП, и субъектов малого предпринимательства. И вот это было бы показателем, что все работает хорошо. Системе требуются такие показатели. То есть нужны цифры? Нужны цифры. Цифры сухие, тупые, никчемные, никому не нужные цифры. И попробуй, Наталья Кряжева, поработай в этой системе по-другому. Скажешь, слушайте, ну давайте какие-то хорошие, качественные критерии возьмем, чтобы реально измерять, какова ситуация в предпринимательском. Я уверен, что она там работать не будет. А какие могут быть реальные критерии? Один из критерий, я на ходу всем сразу же сказал, что давайте поставим критерий, что малые и средние предприятия должны вырабатывать 40% валово-регионального продукта. ВРП так называемый. Да. Пожалуйста. Мне какая разница. Азиз Алич, к какому моменту они должны вырабатывать 40%? К какому? А давайте посчитаем. Это стратегический вопрос. Это надо просчитать и сказать, через какое время мы достигнем. То есть не так, что вот там 30-е годы уже и хан умрет, и шаг, и переводчик. То есть это должен быть обозримый период. Это должен быть обозримый. Если ты не можешь в обозримом периоде ничего не сделать, освободи кресло-то. Ну зачем ты? Ты так уже в Москве. Освободи кресло и уезжай. Пусть другие придут, кто в обозримом будущем. Это вы сейчас про кого? Это я про губернатора сейчас. Ага, Игорь Васильев. Да. А все должно быть в обозримом будущем. То есть потому что, чтобы мы не размышляли так, что ну к тому времени будет другой губернатор, и что там будет, ха-ха-ха. Понимаете? Вот. Поэтому в этой ситуации не поддерживаю абсолютно. Система требует таких людей. И таких людей утверждает законодательное собрание. Вот посмотрите заместители губернаторов. Вот посмотрите по Кочеткову ситуацию. Где он? Слышно его? Пока вроде бы в Кировской области еще. Хотя чуть ли не со старого года его отправляют. Не, работает, не работает. Промышленность в каком состоянии там. Инвестиции падают. Малый бизнес там потихонечку помирает. Там хоть и Кряжева там за него отвечает. Но ведь есть масса других вопросов. Или мы назначаем и утверждаем. Там вот опять у вас в эфире был один из спикеров там уважаемых. Который там заместитель председателя ЗАГС собрания. И он говорит. Романа Титова мы имеем ввиду или Владимира Костина? Костина имею ввиду. Платить надо там такие деньги там и так далее и так далее. Ну о чем мы говорим? Ну зачем банальщину как бы здесь толкать? Кому платить? Чиновникам платить? Давайте сделаем зарплату чиновника максимумом два оклада от средней Кировской. Максимальная зарплата сейчас должна быть у чиновника, у губернатора. Максимальная должна быть 50 тысяч. 52 тысячи. Максима Кочеткова назначили торговым представителем России в Казахстане. Вот видите. Вот и все. Вот пожалуйста. Кто голосовал за Максима Кочеткова? Кто голосовал за вице-губернатора Плитко? Значит только потому что у него были погоны? Ну и что? Погоны-то были, а как управлять как бы областью? У многих компетенций не хватает. Мы господина Плитко пытаемся пригласить в студию и все-таки выяснить. И много других такого уровня там вопросов. И кто это делает? Это делает законодательное собрание. И сейчас рассуждают, что Кряжева там еще чего-то, что ну вообще там и так далее. Вы систему-то измените. Вы сами-то столько заместителей в законодательном собрании. Кому они нужны? Вы сами-то хоть стали и выразили недоверие правительству за то, что оно уже три года работает, это правительство, во главе с этим губернатором. И до сих пор не выработал программу развития социально-экономического Кировской области. Ну кто-нибудь у вас осмелится. Какие-то подвижки там есть. Никто не осмелится, а Ази Солич. Ну так тогда зачем мы, типа не люблю никогда людей, которые бросают камень в тех, кто и так уже находится в очень ограниченной ситуации. Чего мы бросаем камень на Наталью Кряжеву? Давайте ЗАГСобрание, депутаты. Создайте группу по стратегическому планированию Кировской области. Сами создайте, войдите туда, возьмите туда экспертов и давайте мы в пику правительству кинем им на стол разработанную стратегию социально-экономического Кировской области. Вам эта ситуация кажется реальной в условиях нынешнего соотношения сил, скажем так, в нашем законодательном собрании? Даже не учитывая тот факт, что многие называют ЛДПР, коммунистов, справедливую Россию картонной оппозиции. Илья Муромец тоже победил врагов, сойдя с печки и много других героев России. Есть в законодательном собрании такой герой? Законодательное собрание. Среди вас есть вообще герои, кто любит свою страну или нет? Ну я адресовал, наверное, ответит там кто-нибудь. В соседнее здание. В соседнее здание. Ау! Азиз Агаев, в нашей студии. Время, к сожалению, у нас ограничено. Наверное, надо нам все-таки к следующим темам переходить. Я бы хотела ваши комментарии по поводу возможного создания агломерации Киров-Слободской, Кирово-Чепецкой, как выясняется, часть Юрьянского района. Большой материал вышел на этой неделе в газете «Бизнес-новости» в Кирове, на прошлой неделе тоже был материал. Вам эта история кажется жизнеспособной и эффективной, как способ развития Кировской области или нет? Когда при Шаклейне мы разрабатывали, с нами участвовали Шедоровицкий, Глазычев и возглавлял эту компанию Лебедев. И еще один его друг был, который потом в ККС работал, полужурналист, полу как бы забыл его. Тоже умные люди были все. И они нам предложили теорию вот этого опустынивания Кировской области. Что вы имеете в виду опустынивание? Это их разработка. Вопрос агломерации. Агломерация это часть теории опустынивания. Теория опустынивания подразумевает собой, что в агломерацию будут съезжаться люди. Да, и поэтому будет агломерация создаваться. Ведь агломерация сегодня это результат того, что в окраинах и в деревнях и в поселковых центрах Кировской области жить-то невозможно становится. Условно подосиновский, верхникамский, луцкий. Поэтому люди тянутся сюда. И поэтому появляются ситуации, когда мы, я имею в виду тогда и предпринимательство, и деловое сообщество, и руководители предприятий. И многие сказали, что нет, мы против теории опустынивания. Поэтому, но жизнь показала, что эти теории, с приходом идеолога этой теории, там говорят, что еще и любители, так сказать, саентологии Рона Хаббарда, Кириенко, эти теории начали снова поднимать, так сказать, голову. Не только применительно к Кировской области. Не только применительно, да, да. Это по России во многих местах обсуждается, так сказать, такие агломерации и так далее. А разве это не естественный процесс, Алексей Салевич? Вот давайте посмотрим на Москву. Посмотрите, зачем на Москву? Посмотрите на Норвегию. Там, когда один хутор стоит где-то. Норвегия маленькая, Россия большая. И за счет государственных денег Россия больше зарабатывает, больше качает нефти, чем Норвегия. Я про расстояние. И могла бы, как бы, делиться больше, значит, со страной, вот, когда стоит, а у нас ведь не один хутор стоит-то. Там один хутор стоит, туда дорогу делают, асфальтовую, там интернет проводят и все такое. Вот поэтому я про расстояние и сказала, Азиз Алиевич. У нас Кировская область по площади, наверное, как Норвегия. Нет. А я имею в виду, что там к одному хутору, одному человеку, в одну семью тянут эту дорогу. Это отношение к людям. А у нас к деревням не тянут. Вот что я хочу вам сказать. Не надо мне про это, что Россия большая. Россия большая и богатая. У нас кроме нефти и газа есть бриллианты и много всего. И сейчас уверен, что тот, кто против моих тезисов говорит, опять популизм начался. Да не популизм начался. Давайте повернемся лицом вообще-то к людям. И вот когда вы говорите про агломерацию, я хочу вам сказать, что если так дело будет продолжаться в отношении населения Российской Федерации, то, конечно, агломерация так или иначе состоится. Но она сама по себе просто срастется, потому что все ее истекутся ближе к Кирову. И это не рыночная ситуация, как один из экспертов сказал. Это не рыночная. Это просто естественный ход, ну, скажем так, ухудшения жизни российского... Российской глубинки. Российского населения. Естественный ход. Но там были вопросы. Там один из экспертов, с этим согласен, сказал, почему не Оречевский район. Он вот тут уже полуоречевского района. Уже как бы в этой агломерации. Хочешь, не хочешь там. Есть там всякие вопросы. То есть вопрос этот возник не сейчас. Это не идея Гипрогора или Шульгина или еще чья-то там. Или Игоря Васильева. Это идея Щедровицкого и его команды, разработанной вместе с кировскими экспертами. В начале 2000-х? В начале 2000-х. В начале 2000-х. Но все-таки, Азиз Олевич, какие-то плюсы в агломерации есть под создание агломерации? Возможно, привлечь инвестиции. Что вы имеете в виду подплюсы? Федеральные деньги. Ну, например, строительство, там, не знаю, строительство дорог, строительство каких-то крупных объектов. Еще что-то. Вопросы, о которых говорят, это говорят о федеральных денег. Потому что все остальное умозрительно. О федеральных деньгах. Вот давайте на дороге, вот дадут только если будет агломерация. Значит, там улучшение будет, если только будет агломерация там и все такое. Вот это неправильный подход. Это лже-подход. Это отвратительный подход. Когда деньги, которые принадлежат всему населению России, кто-то в Москве или в Кремле может нам дать только если мы, будем плясать под их дудку. Может, люди не хотят в агломерации жить. Сделайте им деньги, дороги, инвестиции туда, где они живут. Тем более, что в наш век, как бы, они любят цифровой век. Зачем тащить всех людей сюда, где с двух сторон уже мусорные ямы, скоро рядышком будут перерабатываться опасные отходы и все остальное. Сейчас мы об этом поговорим, да. И машины негде парковать, и мест в садиках нет, и в школу. Зачем тащить? Сделайте нормальные скоростные электрические дороги от Лузы до Кирова. И пусть люди в Лузе живут. В конце концов, наладьте работу какую-то электронную. Мы не можем из Кирова до Самары доехать. Это Приволжский округ. Это проблема. Мы не можем. Потому что очень долго. Я смотрела в прошлом году. Потому что власть хочет, чтобы мы все делали через Москву. А мы не хотим через Москву. Сделайте нам дорогу Киров-Самара. Я не говорю уж про это. Это плевательское отношение нынешнего руководства страны к своей стране и к своему народу. Азиз Агаев в нашей студии. Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. У нас впереди реклама. Полторы минуты. И мы вернемся как раз к опасному производству. И Оречевскому району, между прочим. Азиз Агаев в нашей студии. Мы продолжаем, продолжаем. Мы возвращаемся к теме, которую уже зацепили до перерыва. Это тема появления, возможного появления в Кировской области опасного производства. Опасного я пока беру все-таки в кавычки. Потому что, к нашему удивлению, никто нам не объясняет до сих пор официально, как будет работать это производство. Вы не берите в кавычки. Опасные отходы будут перерабатываться в Кировской области. Если перерабатываются опасные отходы, то это производство опасное. Мы можем так говорить. Да. Мы можем так говорить. Это появление завода, предприятия по переработке опасных отходов, отходов первого, второго классов опасности. Мы смотрели в интернете, насколько я понимаю, это и батарейки, и аккумуляторы, и много чего еще, причиняющего вред природе, на базе объекта по уничтожению химорожия в Мородыково, Оречевский район. Удивительная история, на самом деле. Я, насколько помню, впервые она возникала как раз вот где-то на стыке там примерно выборов Игоря Васильева губернатором Кировской области. Тогда впервые было заявлено о том, что могут прийти федеральные деньги, что объект федеральный. Я напомню, да, химорожие уничтожалось и подчинялось это все там не областным властям. Да, объект федеральный. В высокой степени защищенности, может быть, там с небольшими переделками приспособлен под переработку опасных отходов. Но тогда на дыбы встала общественность, на дыбы встали, как пишут в комментариях в Фейсбуке, даже депутаты от Единой России законодательного собрания. И тема как-то плавно сошла на нет. Нынче, вот в начале мая, буквально выясняется, что 30 апреля распоряжение подписано, и предприятие на базе завода по уничтожению химорожия в Мородыково будет создано. Удивительная для меня история. Ни общественная палата не обсуждает, ни ЗАГС собрания не обсуждает, нет широкого общественного обсуждения, общественных слушаний, не знаю, нужны они здесь или нет. Такое ощущение, что где-то в Москве порешали, в Кировской области, и не только в Кировской области, и 7 будет таких объектов на территории России, я так понимаю, как раз по количеству предприятий, по уничтожению химорожия, которые были и теперь уже не работают. Вот такая история. Во-первых, вопрос, почему вообще не прислушиваются ни к гражданам, ни к политикам, не считают нужным даже сказать, ребята, вот мы планируем здесь вот такое, но за это Кировская область получит это, это и это. Ну, потому что, смотри, пункт первый. Знаете, начальник всегда прав. Так. Если не прав... Смотри, пункт первый. Смотри, пункт первый. Потому что, вот вы говорите, ни политиков, ни там... А кто у нас? ОЗС? Кто будет инициировать, рассматривать и требовать отчета? Есть АУ, мы только что сказали, АУ, герои. Есть ОЗС? Не будет этим заниматься. Общественная палата? Правительство, оно в основном из людей, которые отсюда уедут. Которые приехали и уедут. Те, кто, может, останутся, значит, они, в принципе, вряд ли будут на правительстве это обсуждать. Пункт первый, смотри. Вот и всё. Значит, общественная палата, ну, ты не хочу никого обижать. Есть там уважаемые люди и так далее, и так далее. Мы знаем, как формируется общественная палата. В лучшем случае... Из трёх частей. В лучшем случае одна треть будет что-то говорить. Будет. Возражать. В лучшем случае возражать. Или требовать какого-то обсуждения. В лучшем случае. Но и то, и этого не будет. Потому что для того, чтобы обсуждать, надо, чтобы провести... Там кто-то написал требование к руководителю. Руководитель должен там на совете это обсудить. То есть всё настолько там зуберократизировано. Дальше. Общественные организации. Общественные организации? Какие общественные организации, которые продолжают хлопать и радоваться, так сказать, когда к ним, может, придёт, а может, не придёт, там, губернатор, выделит денег или не выделит денег? Ну, о чём? Какие общественные организации? Ну, хорошо, подождите. Вот это одна сторона проблемы. У нас сегодня неорганизовано. Нет настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, да? Да. То есть это одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы в другом. Почему на федеральном уровне нет желания всё-таки каким-то образом погасить возможное напряжение жителей, граждан? А, видимо, им доложили, что... До момента не будет возлучения. Видимо, им доложили, что не будет ничего. Всё, если и будет, то купируем. Все съедят. То купируем. Потому что это вятка. Это вам не Архангельск, где народ, значит, бузует и бунтует против... Не очень далеко, кстати, говорят нас. Вот. Ну, видите, люди, видимо, другие. И это вам не Ингушетия, там, это вам не другие, там, регионы, где люди, там, не Байкал, там, условно говоря... Вот, где люди выходят, не боятся, требуют, там, хороших условий жизни. Для этого Кировская область. Так, в таком случае ещё один вопрос. Я не понимаю того, почему областные власти не хотят разъяснить, как это будет работать. Возможно, ведь и нет ничего страшного. А кому разъяснять-то? Жителям. Жителям. А кто спросил-то? Пока никто. Ну, так что? А раз не спрашивают, что? Не спрашивают, значит, что объяснять-то? На этой неделе, насколько я понимаю, общественная палата тему будет поднимать. Я надеюсь, что после этого будет какая-то ясность. Потому что, вот, мне всё-таки кажется, что такие вещи нельзя проводить без обсуждений. Может быть, это не общее обсуждение всех жителей области, да, но какое-то экспертное обсуждение должно быть обязательно. Должны быть представлены документы, которые удостоверяют, что не только на самом предприятии не опасным будет переработка и уничтожение этих отходов, но и транспортировка будет безопасной, потому что предприятие, ладно, оно закрытое. Конечно. А вот транспортировка, это же повезут со всей России. Вопрос-то ведь, вот я тут как-то слышал, вы говорили про плюшечки по этому поводу. Да. Вопрос-то ведь не про плюшечки. А про что? Вопрос про жизнь и здоровье. Совершенно верно. Вот, потому что ты плюшечку-то съешь, и тут же умрёшь от рака. Потому что происходит буквально через каждого, через одного человека уже как бы вот такие вот такого рода болезни. Заболевания. Понимаете? Вот и всё. Вопрос в этом. Наплевать на эти плюшечки. Ну, я под плюшечками имела в виду как раз в том числе достойное медицинское обслуживание. Да зачем достойное медицинское обслуживание больному человеку? Уже всё. Ну, понятно, да. Понимаете? Может, спасут, а может, нет. Да. Азиз Агаев в нашей студии. Ещё одна тема, которую, думаю, что мы успеем обсудить. Я просила вас вчера заглянуть в обсуждение в Фейсбуке, инициированное руководителем Совета старших по домам города Кирова Валерием Семенищевым. Речь идёт о субботниках, которые прошли в Кирове перед майскими праздниками. Субботниках, на которые граждане выходили по собственной инициативе. И в этом году столкнулись люди совершенно, на мой взгляд, там, я не знаю, слово идиотское можно в эфире говорить? Можно. Идиотское совершенно ситуации, когда люди вышли в своё свободное время, занялись благоустройством своего двора, собрали мусор. Это то, о чём мы говорили на протяжении многих лет, приучая людей не быть равнодушными. Ребята, вы здесь живёте, ваше жильё не заканчивается дверью вашей квартиры, да? Присоединяйтесь. И люди выходят, вот худо-бедно раскачали, где-то люди выходят. Они собирают эти кучи мусорные, они собирают эти мусорные мешки, а потом раз, и выясняется, что компания Куприт не будет вывозить этот мусор без дополнительной оплаты. Угу. Молодец, компания Куприт. Компания Куприт, я напомню, больше чем наполовину это муниципальные предприятия. И что? Как это, и что? Город, получается, не заинтересован в том, чтобы мусор после субботников вывезли? А вы кто, чтобы командовать городом? Я не командую, я вопросы задаю. Вот не хотим, и всё, и не прикажем Куприту, и не увезут. И вообще, это почти частное предприятие, у них свои бабки. Платите? Как так можно? А вот так вот можно. Любые вот такого рода реформы сначала продвигают непродуманно, только бы, чтобы кто-то заработал на этом какие-то деньги. А потом возникают по ходу вот такого рода проблемы. И всё. Нельзя было делать мусорную реформу. Нельзя её было. Её надо было откладывать до тех пор, пока все эти проблемы не будут, не прописаны были бы и не были бы прописаны варианты решения этих проблем. Вот и всё. Вот в чём вопрос как бы заключается. А с моей точки зрения... Город должен ступать кулаком по столу? С моей точки зрения, если город хочет, чтобы Куприту заплатили, пусть из бюджета платит. Не, ну город не может платить из бюджета. Пусть объявляют конкурс. А что это такое? Раньше ведь увозили управляющие компании. Ведь масса вопросов, которые раньше не возникали... Не возникали. ...они возникают сегодня. Почему? Потому что эти управленцы, которые пришли управлять городом, они не умеют. Я ещё когда говорил, ещё когда только-только говорили об этом, что у этих людей нет опыта управления территориями, нет опыта территориального развития. Нельзя. Мы про кого сейчас говорим? Про Шульгина, про его команду, про Елену Ковалёву, которую, так сказать, поставили главой города, которая не знаю, то ли командует, то ли не командует, так сказать, городом. Кто командует? Почему Куприд не вывозит? А потому что это дополнительные расходы. Они экономически всё обоснуют. Им никто не платит, они не вывозят. Вот вам ответ. Не, ну подождите, ведь город-то заинтересован в том, чтобы были прибраны территории. А кто вам сказал, город заинтересован? А город не заинтересован. Кто вам это сказал? Шульгин сказал? Я здесь в центре города походила по дворам. Шульгин сказал, что заинтересован, чтобы было прибраться. Сказал? Ну как вот, конечно, мне кажется, да. Нет, вам кажется ли, он сказал? Я вот что-то в прессе не видел, что он сказал. Он может как бы что-то сказать, но после того, как скажешь, надо делать. Сказал, сделал. Вот настоящий мужской поступок. Сказал, сделал, но не сделал. Мусорная реформа, на ваш взгляд, провалилась или нет? Она провалилась. Есть масса вопросов по ходу, которые я считаю, что придется решать в интересах горожан, а не в интересах отдельной кучки бизнесменов, которые на этом хотят заработать. Я считаю, что провалилась. И провалилась только потому, что команда нынешнего губернатора делала это в аварийном порядке. То есть срочно. Срочно надо было принять. Где-то быть, видимо, в списках на первых местах. Что это нам дало? Я вот до сих пор, кроме вот этих вот недоразумений, которые возникают, с оплатой, с полигоном, с уборкой городского мусора, с вывозом мусора из деревень и так далее, и так далее. Ни к чему это хорошему пока не провело. А решить эту ситуацию как-то можно? Не в аварийном режиме? Всегда можно. Надо, чтобы желание только было. Кто должен проявить политическую волю? А кто проявил волю, чтобы мусорная реформа проходила? Чтобы все тарифы быстро были приняты, в том числе необоснованные? Надо полагать, что губернатор. Губернатор. Но губернатор у нас теперь в Москве большими вопросами занимается. Вот приедет барин, парень нас рассудит, барин сам увидит, что плоха избушка, и велит дать лесу, думает старушка. Азиз Агаев, в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». На этом особое мнение заканчивается. На этой поэтической ноте, как я хотела бы сказать, особое мнение заканчивается. На самом деле, не на веселой ноте. С хорошим днем, солнце на улице. Прощаемся. До свидания. Хорошо хоть лето, да. И то хорошо. До свидания. До свидания.